Про театрализованную реальность. Вот вы подошли уже буквально к этому вопросу. Мы знаем, что вы присутствовали, может быть, однажды, а может быть, несколько раз на судах Ходорковского. Да. Как вы относитесь к его достаточно театрализованному выходу из... Театрализованному? Что значит? Вам не показалось, что он театрализованным? Постановочным? Я думаю, имеется в виду, что всё в атмосфере абсолютной секретности. Всё было в атмосфере эффекта, да. Вертолёты, самолёты. Какого эффекта? Мы ничего этого не видели? Не, но потом мы узнавали детали. Вертолёты подвозят, значит, на машине к трапу, личный самолёт, вылет, фотографии какие-то. Мне кажется, Сергей Юрьевич нас не понимает. Мы не говорим, что это сам Ходорковский обставил свой выход, как, значит, актёр. Мы говорим, что наоборот, наши власти устроили из этого какой-то шпионский фильм, театр, вот нечто в этом роде. Да, наоборот, по-моему, всё... Это одна из тайн, которая ещё когда-нибудь вскроется или не вскроется. Но это совершенно таинственное то, что произошло. Очень таинственное. То есть это первая серия шпионского фильма, без второй, без открытия. Да. Он написал замечательную книгу. Замечательную. Откровенную книгу человека, который переменился. Вы видите, это тюрьма и воля. А? Тюрьма и воля. Тюрьма и воля. Да. И я об этом говорил, и я об этом писал, и поэтому был обрадован, когда получил уже из Берлина... Мы не знакомы с ним, но я получил от него короткое письмо. Пожелание разобраться с театральными делами и чтобы всё было хорошо. Хотя он человек театром, так сказать, специально не интересовавшийся. А вы чего-то ждёте от него? Потому что многие люди, после того, как Ходорковский вышел, говорили, писали. И с того, что они говорили и писали, следовал вывод, что они его воспринимают едва ли не как мессию, который вот сейчас вышел на свободу, и он всё сделает правильно. Он, значит, совершит что-то такое невероятное, что нашу жизнь изменит на корню. Я от него ничего не жду. Я очень радуюсь тому, что он на свободе. Я страдал, что он находится в этом страшном, тягостном положении, которое я вот наблюдал, как просто в толпе свидетелей. А радуюсь ещё потому, что я там, будучи на процессе, познакомился с его матушкой. Марина Филипповна, я за неё счастлив. Вот от неё я жду того, чтобы она просто избавилась в какой-то мере хотя бы от своих хворей. И ждать от Михаила Борисовича, что он сейчас скажет. Для меня, для читателя его книжки, он очень серьёзные вещи высказал, которые заставили меня думать. И мало того, я с ней не расстался ещё. Это ещё вообще надо подумать, что такое человек с такой горы, попавший в узилище, где каждый поворот может быть против тебя. Сидение в этом шкафу столько лет на следствие. А потом, вдруг, в одну ночь, какой там спектакль, что вы. Это одна из очень таинственных историй. Сергей Ильич, ну тем не менее...